Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова Сегодня у нас в гостях Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующая отделением детской стоматологии и Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, девушки, да, и как слушатели могут догадаться, сегодня мы говорим о детской стоматологии о том, с чего начинается здоровье наших зубов и полости рта наших детей да, вот это основа основ, о которой следует знать, наверное, каждому да, и так меняется с годами, с каждым годом детская стоматология конечно, главный принцип, на мой взгляд, да, вот помню, как я в первый раз пришла в стоматологию главное это, чтобы было не больно вот этот принцип, что как комарик укусит, да, что ничего не заметишь он сейчас работает или, может быть, вообще дети уже там так приноровились, специалисты, что эти боли не чувствуют да, что сейчас, какие тенденции в развитии стоматологии? подготовка должна быть длительная, Ольга, расскажите на сегодняшний день детская стоматология достигла серьезных успехов в области научных разработок ведущих проблем этой специальности широкого научного и практического развития в детской стоматологии достигло обезболивания вот, об этом поподробнее которое проводят для диагностических и лечебных мероприятий то есть, как вы сейчас уже сказали, нам для лечебных, да, ну и для диагностических тоже мероприятий проводят обезболивание расширился арсенал пломбировочных материалов то есть у нас сейчас очень много новинок с точки зрения именно в детской стоматологии применения но ведущим направлением работы врача-стоматолога детского остается профилактика стоматологических заболеваний в детском возрасте то есть, чтобы не приходили мы со множественным кариесом чтобы была профилактика и вообще не было, получается, проблемы кариеса первое ощущение до болевых ощущений это называется первичная профилактика то есть у нас профилактики бывают разные вот, а первичная профилактика именно она направлена на невозникновение кариеса на невозникновение кариеса у ребенка вот профилактика стоматологических заболеваний у детей вышла за пределы стоматологической поликлиники Она распространяется на женские консультации, на детские дошкольные учреждения. И нужно отметить, что профилактика кариеса зубов у детей – это важная задача, о которой должны заботиться родители. В первую очередь, конечно. В первую очередь. А что из себя представляет эта профилактика? Еще получается, в женской консультации, вы говорите, мамочка еще когда беременна, ей уже рассказывают о том, как сберечь здоровье. Да, да, да. Свои зубы и уже должна мамочка заботиться о стоматологическом здоровье еще не родившегося ребенка. Пока он еще в утро находится? Да, пока он еще… А как это можно сделать? То есть, во-первых, полость рта мамы должна быть санирована. Во-вторых… Поясните, пожалуйста, про санацию. Значит, если у мамочки какие-то есть стоматологические проблемы, то есть кариозные зубки, они должны быть вылечены. И все, что… Лучше в процессе беременности. Конечно. Желательно, конечно, на этапе подготовки, потому что для беременных специальная анестезия применяется, то есть и стрессовый фактор, поэтому лучше, конечно, на этапе подготовки и на этапе планирования. Беременности. Да, да. То есть заранее. Все, что там у нее не подлежит лечению, надо удалить, значит, полностью санация, санация полости рта. Чтобы не было очагов хронической инфекции, чтобы это по вертикальному пути не передавалось плоду. Как Анастасия Васильевна сказала, что беременность нужно, конечно, в первую очередь планировать. Планировать, чтобы готовиться. Да, да, да. Ну а там уже, конечно, своевременная постановка на учет в женской консультации и, конечно, введение у специалиста, акушера-гинеколога. Мы знаем, что заболевание легче предупредить, чем лечить. Современная детская стоматология, вот как раз она ориентирована на первичную профилактику стоматологических заболеваний. То есть, еще раз повторено, их невозникновение. Важную роль в сохранении стоматологического здоровья детей играет стоматологическое просвещение родителей. Зачастую к нам приходят родители, которые, ну вообще, они даже такие вопросы задают, а нужно ли лечить зубы ребенку. То есть, слабоотведомленность родителей о ситуации полости рта у ребенка и вообще о кариесах. Как Вы с этим работаете? Вот, занимаемся стоматологическим просвещением. То есть, методом убеждения. Убеждения, да. Какие-то мини-лекции, то есть, консультационный формат. Необходимость ухода за зубами ребенка, она все-таки должна быть родителям понятна. То есть, мы вот в доступной форме объясняем, для чего это нужно. Вот, как сохранить зубки детишкам здоровыми надолго. Значит, если с детства учить ребенка правилам гигиены полости рта, то с возрастом уже эти навыки, они перейдут в привычку. Да, они перейдут в привычку. А если ребенок не привык ухаживать за своей полостью рта, то откуда же ему все это знать и уметь? Пример берется родителей, поэтому нужно, родители должны начать с себя в первую очередь. То есть, гигиеническое воспитание не только детей, но и самих себя в первую очередь начинать с себя надо. Чтобы ребенок, например, родителей видел. Да, давайте вернемся к тому моменту, когда молочные зубки еще только прорезаются. Да, Ольга, поясните, пожалуйста, прорезаются зубки. Когда нужно уже начать как-то за ними следить? Каким образом? И, собственно, когда их следует уже показать специалисту, врачу? Чтобы зубки малыша были здоровыми, о них нужно регулярно заботиться. Начинать чистить зубы детям следует с момента их появления. То есть, молочные первые временные зубы, они у нас прорезываются примерно в 6-8 месяцев. То есть, тут сроки индивидуальны. У детей не у нас. В 6-8 месяцев. Да, разрешение. Вот, прорезываются в 6-8 месяцев. Вот, но это все как бы сроки прорезывания, они индивидуальны. У новорожденного малыша зубки отсутствуют. Поэтому достаточно будет просто ухаживать за полостью рта. То есть, уход в полость рта вообще с момента рождения ребенка. Каким образом? Родители обрабатывают полость рта путем протирания салфеткой после кормления смоченной в кипяченой воде. Протирают. Таким образом, из полости рта ребенка удаляются остатки молочка или смеси. Вот, ну значит, то есть, уход, собственно, за полостью рта еще происходит у нас до момента прорезывания зубов. Да. И следует отметить еще то, что если ребенок находится на искусственном вскармливании, после кормления лучше попоить водичкой. Чтобы смыть остатки смеси. Да, 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 да. Чтобы все это... Ну, особенно во время ночного кормления, то есть, во избежание появления бутылочного кариеса. То есть, такое явление, когда сладкие смеси или сладкие кисломолочные продукты на ночь выкармливаются из бутылочки. И вот вся эта сладкая среда остается в полости рта, что как раз способствует появлению кариеса у первых молочных зубок. Поэтому вот этот бутылочный кариес очень распространенное явление у деток. Именно ночного кормления? Именно ночного кормления, да. А почему именно ночного? Ну, потому что ночью ребёночка покормили, дальше он спит, а вот эта смесь, вот эта среда кислая во рту, она воздействует и влияет на зубы, да. Поэтому надо, конечно, водичкой попыть, чтобы хотя бы во рту сполоснуть всю эту кислую среду. Для того, чтобы ухаживать за первыми зубками грудничка, ну, как я уже сказала, в принципе, никаких специальных средств и приспособлений для этого не нужно. Не нужно. Салфеточка чистая, смоченная кипяченой водичкой, полость рта обтирается. Для этого возраста такой процедуры бывает достаточно, да, да. Так, значит, в год можно подобрать для ребёнка специальную детскую щёточку, вот. Давайте ещё обратим внимание, прошу прощения, что перебила вас на гиену игрушек, то есть когда зубки прорезываются, используют прорезыватели, то есть специальные игрушечки, которые ребёнок может каким-то образом грызть, да, дёснами, вот когда чешется у него это всё. Здесь какая обработка должна быть? Ну, то есть обработка личных вещей ребёнка, сосок, окружающих ребёнок, игрушек, она должна быть на соответствующем уровне, потому что во время прорезывания зубов особенно беспокоит ребёнка зуд и хочется дёсенки почесать и что-то в рот потянуть. Поэтому обязательно все игрушки нужно мыть, обрабатывать кипячёной водой и предотвращать такой… Без применения средств. Да, без применения средств определённых. Обязательно профилактировать, когда соска, например, упала, есть у мамы, у родителей привычка облизать соску и обдать обратно в рот. То есть, получается, свои микробы, свою флору мы передаём ребёнку, то есть этого категорически делать нельзя. То есть только под кипчёной водой, если где-то на прогулке, то есть бутылочки обмыть и только в таком случае. Вот, то же самое и с ложками, когда мы ребёнка кормим, ложку не облизываем, остатки с ложки, потому что, что часто бывает за мамами замечено, только если что-то помыть или об краешек баночки как-то, краешек избытки потереть. Поэтому вот именно свою флору мы не передаём ребёнку, то есть это как бы… То есть это может привести к развитию каких-то… Ну, конечно, и кариесов, воспалений, типа стоматитов. То есть вот почему мы говорим, что язвочки на слизистых у ребёночка появляются, это вот из-за грязи, потому что либо игрушки грязные во рту, либо соски, которые где-то падали, либо вот такая инфекция, которая уже от родителей передаётся ребёнку. Это вот она выражается в виде стоматитов, герпесов, то есть это уже заболевание дёсен и слизистой. Да, возвращаемся к первой зубной щётке. Значит, в год можно подобрать для ребёнка специальную детскую щёточку. Но надо сказать, что вот эти вот прорезыватели, щёточки лучше покупать через аптечную сеть. Специализируем. Да, да, через аптечную сеть. Значит, она представляет собой небольшой колпачок с щетиночками силиконовыми. Гибкий силикон материал, гибкий силикон. Для того, чтобы почистить зубы ребёнку, достаточно надеть щёточку-колпачок одному из родителей на указательный пальчик и смыть щетиночки тёплой водичкой. И проходит у нас процесс, гигиенический процесс. То есть вот процесс очищения зубиков. То есть он не травмирует дёсные зубки? Нет. То есть специально силиконовый, как напальчник, колпачок. То есть щёточка такая, это первая щёточка для первых зубок. Процедура комфортная. И таким образом мы ребёнка приучаем уже гигиеническим навыкам. То есть постоянно, чтобы ребёнок чувствовал, что во рту что-то есть, что после еды, после завтрака мы начинаем гигиенические процедуры. Чтобы не было это сюрпризом, когда родители говорят, что зубы же молочные не выпадут и начинают чистить только там, когда появляются первые, постоянно зубы, это 6-7 лет. То есть миф такой, что зубы чистить не надо. А вот объясните, почему это не так? Ну, действительно, мы говорим, что зубы надо чистить ещё даже до их появления. То есть начиная от протирания салфеточкой и затем использовать первые щётки. Чтобы ребёнок привыкал к этим гигиеническим процедурам. Чтобы это были такие же элементарные нормы, как причесаться, заправить кровать, сходить в туалет. То есть это должно быть в правилах гигиены. То есть вопрос только лишь привычки или это может повлечь с собой какие-то другие проблемы? Ну, конечно, если хронически не чистить зубы, это ведь и мягкие зубные налёты, и отложения твёрдые минеральные камни появляются. И кариес потом в процессе. То есть не только кариес, а заболевание дёсен, с которым потом тяжело очень бороться. И, в принципе, приходят дети иногда на таких плачевных стадиях, состояниях полости рта, что иногда думаешь, о чём, куда смотрят родители вообще. Да, Ольга? Да, да, да. Особенно потом, это уже в подростковом периоде, вообще выливаться в очень серьёзные неприятности. То есть навыков ребёнка чистки нет, родители за этим не следят. Сами зубы иногда порой не чистят, вот особенно вечером перед сном, то есть не считают необходимым. И поэтому ребёнок это видит, и сам живёт также по таким же принципам. То есть бывает уже в подростковом возрасте удаляются постоянно зубы, то есть иногда зубы разрушаются настолько, что потом в будущем, через несколько лет, это только протезирование, замещение зубов путём уже протезов. Иногда бывает и съёмных, то есть особенно дети, которые с района, там как бы как-то печаль, если в городе как-то более интеллигентные люди, которые где-то вот с районов приезжают, часто бывает, тем более там у них нет ни стоматологов, малообеспеченные, кабинетов стоматологических нет, то есть нет возможности у людей. То есть им вдвойне и втроенне надо следить за своей гигиеной полости рта, то есть бывает, что печально, конечно. Да, бывает, что даже люди не знают того, что зубная щётка, это вообще она индивидуальна. что вот бывают такие случаи, когда сталкиваешься, что мама, допустим, с ребёнком одной щёткой пользуется, то есть ситуация, конечно. Вот, и они в этом принципе-то не видят ничего даже плохого. То есть здесь только просвещением работают? Да, обязательно стоматологическое просвещение. Как говорят, стоматологическое здоровье делается дома. И с раннего возраста. Конечно. Поэтому первой зубной щёточкой пользуются также утром и вечером, то есть после завтрака, после ужина. Утром, после завтрака, вечером, перед самым сном. И уже когда ребёночек уже примерно 2-3 годика достигает такого возраста и имеет возможность полоскать ротик, споласкивать, после каждого приёма пищи ротик прополаскивается. Можно просто даже водичкой из-под крана просто сполоснуть ротик. Ну, приветствуются, конечно, ополаскиватели. Тоже очень хорошо ополаскиватели. В более старшем возрасте уже с разбавлением. С разбавлением. И, ну, конечно, всё это лучше покупать через аптечную сеть. Идём дальше. Первый визит к стоматологу. Когда он должен состояться? В каком возрасте? Первый визит к стоматологу. Вообще это испытание непростое для ребёнка и для его родителей. Профессионалы в области детской стоматологии рекомендуют посещение специалиста уже с появлением первых зубов. Как вот мы сказали, первый визит в 6-8 месяцев. Желательно. Для чего это делается? Ну, как подготовить? Вот как подготовить ребёнка к этой не всегда приятной для него процедуре? Ну, в первый раз он, может быть, даже не понимает, что это неприятно. Он чувствует? Конечно. Страх передаётся только от родителей, да. То есть негативные эмоции передают, что будет не больно, будет не страшно. То есть родители такими вот мимо-мине частицами, они просто ребёнка запугивают. То есть ребёнок, не зная, куда идёт, он уже насторожен, он уже испуган. То есть что там с ним будут делать? То есть частицу не отбрасывают? Да, да, да. Да, психологически остается только будет больно, будет страшно. Да, надо настраивать ребёнка на позитивный настрой. И вообще, в принципе, даже не распространяться. Ну да, посмотрит доктор, там что-то будем делать. Но не использовать вот в обороте речи вот какие-то нечистицы, или там тебе там не будут делать уколчик, или не будут сверлить. То есть дети ещё не знают об этих понятиях. То есть мы сами начинаем им привязывать какие-то штампы, ярлыки. Стереотипы. Стереотипы, да, которые потом вызывают уже, понятно, что ребёнку это непонятно. Поэтому надо, конечно, опускать в обороты речи такие. Да, вот родители, как правило, этот поход уже начинают обсуждать дома. Им уже страшно с одним, как это пройдёт. Да, конечно, любимая чада отдавать. Да, накручивает себя, накручивает ребёнка. Ребёнок, он очень чувствительный, он чувствует и поведение родителей, и эмоции родителей. Поэтому тоже начинают настораживаться. Особенно, когда этот первый поход сопровождается всеми членами семьи, от плоти до бабушек, дедушек, когда они приходятся и толпой в качестве поддержки. То есть, ну да, нам, конечно, бывает непонятно. Конечно, мы там мило улыбаемся, нам это забавно. Но ребёнок в шоке. Почему столько народу, и что это за такое важное место? События. Ну, в принципе, не нужно там особо придавать большого значения. То есть, делать такой акцент именно на том, что вот ты там вот... Конечно, надо похвалить ребёнка, что ты молодец в конце, если всё прошло хорошо. Но для этого и нужно привести его, когда ещё нет проблем. То есть, часто мы уже, особенно родители, забывают о том, что да, полость рта и зубы, и за ними нужно ухаживать. И приходит, когда уже ребёнка полный рот кариеса, зубы болят, всё болит. Конечно, ребёнку больно уже изначально. И когда доктор начинает там смотреть что-то во рту и болезненные ощущения, то есть всё равно это провоцирует дополнительный стрессовый фактор. И, конечно, ребёнок начинает кричать, плакать, потому что ему изначально больно. Поэтому и нужен вот этот профилактический визит. Это очень важно, потому что одно дело, мы придём вот с профилактической целью, да, в уютную, комфортную обстановку. К гигиенисту стоматологическому лучше прийти. Вот. К гигиенисту стоматологическому. А когда ребёнок приходит с болью, когда он накануне не спал ночью, когда не спала вся его семья, они приходят все взвинченные, накрученные, ребёнок весь, ну вот вы понимаете, да, что вот ночь не спал, вот, приходят в дежурный кабинет с заказанием помощи, да это если ещё выходной день. Вот, конечно, о каком там комфорте может быть речь? Напряжены все. Да, все напряжены, вот, все раздражительные. Доктор виноват, доктор делает больно, доктор плохой, вот отсюда вот это всё идёт. Крайним остаётся доктор, который, ну, вы сами понимаете, что ребёнок, допустим, он же не просто малыш сядет и откроет ротик. Зачастую приходится прибегать к помощи родственников и медицинского персонала. То есть вот такая складывается не совсем доброжелательная атмосфера, уютная, да, и всё вот как бы... А как вы эту проблему решаете? Вот у вас, как это решается? Ну, проблему именно вот таких пациентов... Всё равно бывает такое, нельзя ничего предугадать в жизни заранее. Нельзя, но вот на то он, да, детский специалист, специально вот стоматолог детский, который именно вот работает с родителями, зачастую успокаивает, проводит... Родители, не только ребёнка, но и родителей. Специально подбор слов ласково к ребёночку, там, открою ротик, там, давай мы сейчас польём водичкой, там, подуем ветерком, то есть специальная лексика к ребёнку, то есть более ласковый тон голоса, там, какие-то уговорчики такие, то есть там мы насильно не раскрываем ребёнку рот, стараемся всё-таки делать тактично, и даже если он кричит, то есть успокаивать, вселять ему веру и надежду, что всё хорошо, что как бы... Что доктор-то неплохой, потому что ребёнок же не ощущает. То есть родитель держит, вцепился в ребёнка, и всем страшно, и ребёнку больно, конечно, поэтому врач всё-таки подбирает слова, то есть он должен быть ещё и психологом тонким, и психологом, и педагогом, да. То есть очень много в себе черт и характера сочетает для того, чтобы вот всё успешно прошло, и оказать помощь ребёночку, то самое-то главное, что снять эти болезненные ощущения. То есть специальный подход к детской стоматологии только так. То есть если взрослый как-то может себе взять руки, то есть ребёночка только уговаривать, то есть всё аккуратненько, тактично, то есть только так в детстве. Да, да, прибегают к таким методикам, чтобы покатать в кресле, потрогать даже возможность что-то инструменты, пистолетик где-то. Популяем водичкой из пистолетика. То есть как-то переключать внимание со страха, с эмоций. Солнышко в ротик посветит. Ну да, переключаем внимание ребёнка, стараемся. Но родителям, конечно, всегда даём ценные указания, чтобы такого в следующий раз больше не было. Подготовку какую-то, эмоциональный фон настроить. Поэтому лучше профилактические визиты вот с этой точки зрения. То есть надо почаще, можно раз в полгода ходить к таким специалистам, как врач-гигиенист-томатологический, который проводит очистку полости рта и рассказывает родителям, и объясняет ребёнку на моделях зубов, как правильно чистить зубы, какие движения нужно совершать, то есть какие щётки, пасты использовать. То есть чтобы родители знали и контролировали чистку ребёнка, потому что до 10 лет детям нужно чистить зубы. То есть ребёнок чистят, и ещё родители должны дочищать. Потому что нет ещё особого навыка, особенной мотивации, поэтому родители обязательно должны участвовать в этом просе и контролировать чистку. То есть первый визит у нас к стоматологу-гигиенисту. Гигиенист, да, гигиенист. Который, ещё раз, что он сделает с ребёнком? Гигиенист-томатологический, значит, осматривает зубики у ребёночка, даёт рекомендации по гигиене полости рта, показывает мамочке, как нужно ухаживать за первыми зубиками. Но это ведь может быть не… Ну как бы в идеале-то, конечно, 6-8 месяцев, ну ладно, в годик уже педиатры нам отправляют. То есть гигиенист в полном объёме родителей осведомляет, что нужно делать, что нужно исключить из питания. Потому что бывает такое, что уже в 6-8 месяцев у нас употребляются чубы-чубцы или денчики, и не считают это вообще никаким, как бы, преступлением. Да, то есть вот. А в этом возрасте как вот именно подобные сладости могут сказаться? Желательно, чем дольше ребёнок не знает, что такое сладкое, тем лучше. Потому что все манипуляции из-за сладкого, когда он уже почувствовал вкус этот, попробовал, начинаются уже манипуляции. То есть они… То есть не родители воспитывают ребёнка, а ребёнок воспитывают родителей. То есть вот за счёт этого просят сладкое, капризы, то есть расстройства. Поэтому мама говорит, да, давай, даже мы сейчас сходим к стоматологу, потом идти пойду и куплю конфетку. Вот это прям вот у нас вообще бывает. Или когда они пришли в стоматологическую поликлинику, идут по коридорам, и ребёнок с чуба-чубсом в роту. То есть нам, конечно, нас немножко коробит, но мы как бы в силу своей интеллигенции иногда не можем сказать это вот так, прям отвести в сторонку. То есть это, конечно, мы на приёме. Я лучше подойду к гигиенисту, скажу, вот у вас там сейчас сидят пациенты, вы, пожалуйста, скажите, ну, беседую, лекцию именно про сладкое, особенно про чуба-чубсу. Вообще нельзя это есть. До какого возраста? Вообще лучше, и даже взрослым, и детям. То есть лучше шоколадная конфетка одна с утра, например, там, за завтраком, и после этого обязательно мы чистим зубы, отправляем ребёнка в садик, в школу, и всё. То есть до обеда лучше сладкое в первую половину всё-таки дня есть. И в очень минимальных количествах. То есть и один раз, допустим, договориться с ребёнком так, а вечером, там, днём это уже будут там сладкие фрукты, там, что-то другое. Ну, только несосательная конфета, это точно. То есть несосалки, ни чуб-чубса строго нет. А как же, если есть ситуация укачивания в машине, говорят, что... Ну, тогда, конечно, леденцы без сахара всё-таки. Ну, либо что-то жевать, потому что... Жевательная резинка – очень хороший вариант. Жевательная резинка. С ней какая ситуация у нас? Жевательная резинка – это у нас дополнительное средство гигиены полостертан. То есть вот жевательная резинка, по поводу жевательной резинки, вообще, конечно, можно говорить долго. Вот, значит, жевательную резинку можно жевать, с какого возраста, ну, рекомендуется примерно, не раньше, чем с трёх лет, под контролем родителей, сразу после приёма пищи, когда зубная щётка у нас бывает недоступна, то есть у нас жевательная резинка, она жуётся не на голодный желудок, примерно 5-10 минут после еды. Жевательная резиночка. Это достаточно. Да, да, жевательная резиночка. А почему на голодный желудок нельзя? Выделяется желудочный сок, то есть мнимое переваривание идёт. Пищеварение идёт, процесс пищеварения мнимый идёт, а пищи-то ведь нет. Поэтому это с желудочными проблемами, с кишечными расстройствами закончится. Поэтому только после еды, и то в случае, если нет возможности почистить зубы, там с чем-то сполоснуть рот, то есть это вот как просто доп-средство, как Ольга сказала. Вот, и потом жевательная резинка, это у нас тоже проблема, заворачивается в бумажечку и выбрасывается в мусорное ведро. То есть даже про это лучше всего рассказывать. Вот. Ну, как дополнительное средство гигиены имеет место быть. Но не дольше 5-7 минут буквально, потому что потом избыточное жевание, то есть избыточная нагрузка на мышцы идёт, и уже болезненные ощущения в суставе. То есть у детей очень челюсть нижная, подвижная, поэтому вот пренебрегать временем не следует, потому что потом в будущем могут возникнуть проблемы с уставом. Вот, потому что челюсть растёт быстро, и мышцы ещё пока слабы. Поэтому вообще как бы с жеванием лучше не жевать долго. Да, вот мы, собственно, и переходим к проблемам, к болезням, которые могут возникнуть, а могут не возникнуть в детском возрасте. И уже, Анастасия, переходим к вашей теме непосредственно. Про бутылочный кариес мы уже рассказали. Рассказали, с какими проблемами ещё могут столкнуться родители и детки вот в этом возрасте в раннем? Ну, также часто беспокоят родителей всё-таки проблемы неправильного прикуса и неровных зубов. Это можно определить уже при первом посещении к стоматологу? Ну, в принципе, где-то это в 2-3 года уже можно определить. Потому что, в принципе, если нарушение в размерах челюстей или какая-то наследственная аномалия, это уже видно. Вот, в принципе, даже гигиенисты и любой стоматолог, если видит какую-то аномалию или что-то в полости рта его беспокоит, тогда он уже отправляет ребёнка и родителей на консультацию к ортодонтам. То есть к нам по поводу неправильного прикуса как раз неровных зубов. Как правило, только 30% аномалий является наследственностью. То есть там размер челюсти, количество зубов наследуемо от родителей и от ближайшихся бабушек, дедушек. Даже количество зубов? Да, 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 даже количество зубов, форму, размер челюсти. То есть это все причины родом из детства, что называется. Но всё остальное – это приобретённое в процессе роста, развития, то есть начиная уже после рождения малыша, проблемы. Потому что в грудном возрасте, в первую очередь, самый большой риск к появлению неправильного прикуса – это длительное сосание или невозможность отказа от соски пустышки. То есть пустышка зачастую используется родителями только для удовлетворения сосательного рефлекса ребёнка, но и даже чаще ради собственного покоя. Да, чтобы успокоиться ребёнка. Да, да. Но как показывает практика, вредные привычки чаще возникают у детей, которые ощущают острый дефицит внимания от родителей. То есть они заменяют вот эти вредные привычки, они возникают как раз вот способ компенсировать этот дефицит. Ну и вследствие длительного сосания соски у нас происходит. Инфантильный тип глотания возникает. Это когда ребёнок при проглатывании слюны и разговоре язык прокладывает между зубными рядами. И возникает открытый прикус так называемый, что затрудняет отживание, то есть откусывание пищи. Ну и потом всё-таки всасательный рефлекс у нас должен к году угасать. Поэтому от сосок, от пустышек мы должны где-то уже отказаться к году. То есть кормить ребёнка из чашки с ложки, поить из кружки через караежек. Поэтому, чтобы не было проблем в будущем с прикусом. Часто потому что дети потом уже начинают манипулировать опять же родителями. То есть в полтора-два года нам сложно отказаться от соски. Там он без соски не засыпает и так далее, и так далее. То есть тут надо как бы тактично, очень мягко, постепенно, но начинать уже где-то с возраста 10-11 месяцев. Потому что потом уже ребёнок самостоятельно единица и требующий очень большого внимания. И все в семье бегают вокруг него, а не наоборот. Ну, значит, вот мы уже сказали, что также соска-пустышка может провоцировать особенно грязное появление различных заболеваний дёсен, Ещё ведь форма соски важна. Ну да, лучше ортодентические, конечно, скошенные и силиконовые. Они есть просто различного размера по возрасту, то есть, соответственно, месяцам. Поэтому соску нужно подбирать, и она растёт вместе с ребёнком. Потому что большую соску тоже в рот не засунешь ребёнку. То есть и бутылочки тоже, если там ребёнок искусственного скармливания находится, то с определённое количество дырочек, определённая даже толщина стеночек соски должна быть. То есть это всё как бы можно проконсультироваться либо с педиатром-консультантом по грудному скармливанию, по искусственному скармливанию, либо у аптек, то есть у провизора в аптеках. Вот. Ну, следующая ещё такой причина особенной, да, часто появляющаяся, приводящая к аномалиям прикусы, это является нарушение дыхания. То есть часто дети у нас дышат ртом или смешанным типом. Вообще в норме ребёнок должен дышать носом. Но дыхание затрудняется почему? Либо ребёнок часто болеет, вот, либо он аллергичен, да, то есть отёк носа, полости носа возникает, рот приоткрыт. Таким образом, в течение времени эта привычка вредная, она закрепляется, идёт сужение зубных рядов. Опять же, когда зубные ряды сужены, возникает дитя... Что значит сужение зубных рядов? Сужение зубных рядов. То есть они ближе друг к другу зубы находятся? Почему? Потому что у нас рот не прикрывается, щёки оказывают давление всегда на зубы. А если рот не прикрыт, у нас теряется сохранение полости рта равновесия, который вот мышечный баланс, да, и получается сужение зубных рядов идёт вперёд, то есть вот по наклонной. А так как у нас зубные ряды уже сужаются, появляется дефицит места для зубов, и зубы начинают наклоняться друг на друга и расти очень плотно. То есть после провязывания постоянных зубов родители отмечают, что зубы скучились, места им не хватает, то есть это проблемы для прочищения. То есть в будущем в этих местах, конечно, будет появляться кариес. Поэтому тут всё зависит от того, как мы правильно воспитываем ребёнка, чтобы он не болел, то есть вообще жалеть его в этом плане. То есть чтобы помогать челюсти правильно расти, то есть нужно вообще способствовать развитию естественного иммунитета организма в целом. То есть контролировать полноценное питание ребёнка, занимать его физическими упражнениями, закаливать, то есть предупреждать детские и простудные заболевания. То есть даже осанка важна, да? Конечно, конечно. И в случае болезни, например, своевременно, и до полного выздоровления лечить ребёнка, чтобы не было каких-то остаточных явлений. Потому что ещё раз повторю, что очень важно следить, чтобы ребёнок дышал именно носом. То есть носовое дыхание очень важно. Ну и ещё вот к аномалиям тоже частая причина достаточно – это ленивое или вяло оживание у детей. То есть это когда дети ленятся жевать, отказываются от твёрдых продуктов, например, там мяско не едят, там что-то корочки или мама яблочко мне в тёрочку по три, и запивает во время еды. Вот это тоже. То есть почему это так важно? Потому что вовремя недостаточно стираются определённые зубки, например, клыки, челюсть плохо растёт, то есть нет нагрузки жевательной, которая передаётся на мышцы, на дёсны, на парадонт. Челюсть плохо растёт. Опять же идёт задержка роста челюсти. Челюсть узкая, маленькая, зубам некуда помещаться. Опять начинает скучность возникать, то есть зубы друг на друга прорезаются очень тесно, плотно. То есть неправильные перекусы, неправильное положение зубов. То есть твёрдая пища должна быть? Да, обязательно, обязательно. То есть дети должны получать твёрдую пищу, то есть требующие усилия даже для разжёвания, я бы так сказала. То есть это свежие овощи, фрукты, отварное мясо, чёрствый хлеб, корочки, то есть всё, что способствует именно жевательной нагрузке, хорошей такой жевательной нагрузке. Ну и самое главное, во время еды не запивать. То есть это только до, либо после приёма пищи. Это тоже важно. И тогда мы будем стимулировать и жевание, и активный рост. А когда челюсть хорошо, правильно растёт, тогда и появляется место для зубов. То есть зубки будут вставать правильно, как надо. Вот ещё хотела добавить по поводу культуры потребления пищи в детских, образовательных, дошкольных учреждениях. Хочу обратиться к педагогам, чтобы всё-таки они детишек не торопили, когда они кушают. Чтобы ребёнок тщательно прожёвывал пищу. И чтобы, соответственно, пища будет лучше усваиваться. Чтобы не заглатывать, не запивать. Не торопить ребёнка, когда он кушает. И по поводу ещё носового дыхания, профилактика дыхания ртом. Обязательно детишкам нужно носовые платочки отправлять в детские сады, чтобы у ребёнка был носовой платочек, чтобы он мог сам заботиться о состоянии своего гигиени носа. Ну и педагоги в детских, образовательных, дошкольных учреждениях тоже должны как-то, если у ребёнка носик не дышит, как-то своевременно отправить его в туалетную комнату или в медкабинет. Вообще, чтобы ребёночек сам заботился о гигиене носа. Уже, естественно, была такая ответственность за собственное здоровье. А лучше ещё родителям проводить дыхательную гимнастику с детьми. То есть помимо какой-то физкультурной зарядки, даже на уроках для начальных школ, помимо физкульт-минутки, когда пальчики устали, размяться, встать, ещё рекомендуем какие-то дыхательные упражнения посмотреть. Это что такое? В интернете большой комплекс дыхательной гимнастики есть, то есть с задерживанием дыхания, то есть на вдохе, на выдохе. То есть это очень важно для профилактики как раз вот дыхания смешанного. То есть обязательно носовое дыхание мы стимулируем, чтобы свободным было, для чего гигиена носа нам нужна. Поэтому вот какой-то комплекс из двух-трёх упражнений, помимо физических, ещё и дыхательную гимнастику. То есть она будет профилактировать вот это дыхание, дыхание рту. Чтобы ребёнок правильно рост. Потому что сейчас каждый второй аллергик, каждый второй болезненный. То деноиды, то миндалины увеличены. То есть дети часто болеют, да, иммунитет очень слабый у детей. Поэтому сплошь и рядом, когда на приём приходят такие пациенты, это видно. То есть рот приоткрыт. То есть мы таких детей ласково называем поларотики. Поэтому, конечно, детей обращаем внимание, во-первых, и детей родителей, и учим родителей, как гимнастику проводить. То есть комплекс упражнений даём определённый, напечатанный. Чтобы родители занимались с детьми. То есть очень важно это именно дома делать. То есть, конечно, там доктор как-то мотивирует, зарядит, там консультацию проведёт. Но обязательно вся ответственность, конечно, только на плечах родителей. Потому что профилактировать это надо. Если есть фактор риска, мы устраняем. Но профилактика и дальнейшими какими-то упражнениями должны заниматься дома дети с родителями. Ну, наверное, на сегодня это всё, о чём мы успели поговорить в программе. Давайте ещё небольшую памятку для родителей, будущих и настоящих, о том, как всё-таки следует следить за здоровьем полости рта деток, маленьких, когда первый визит к врачу. Очень кратенько. Немножко резюмируем. Значит, профилактика кариеса зубов и его осложнений делается у нас дома. Профилактика ложится на плечи родителей. То есть, как мы уже сказали, что задолго до рождения ребёнка, с момента планирования беременности. Первый визит к стоматологу 6-8 месяцев. Значит, очень важно регулярно чистить зубы два раза в день, утром и вечером, утром после завтрака, вечером перед самым сном. Второе, значит, у нас получается четвёртое, четвёртое. Ограничение потребления сладостей. Рациональное питание. Питаться нужно регулярно. Чтобы зубы были здоровыми, необходимы такие микроэлементы, как фтор, фосфор, кальций. То есть, это у нас рыба, молочные продукты. Очень важно исключать перекусы. Значит, перекусы конфеткой, утолять голод конфеткой. Конфетки только за завтраком определились. Да, и не сосательные. Регулярные профосмотры у врача-стоматолога. Ну, там уже по возрасту, как у нас, допустим, уже в 3-4 года, это почаще, получается, раз в 3-4 месяца уже начинаются профосмотры. Если ребёночек уже в более старшем возрасте, в подростковом, раз в полгода достаточно. Активное жевание. Значит, роль в профилактике кариеса и его осложнений, роль имеет физическое развитие и закаливание. Ну, а также бережное отношение к зубам. То есть, тут не открывать зубами крышки, вот, не потреблять контрастную пищу, холод горячий. Вот, значит, не откусывать леденцы зубками тоже, да, не раскусывать конфетки. Ну, и профилактика, конечно, травматизма в детском возрасте, это уже тут идёт отдельной строкой, значит, тоже на плечи родителей. Профилактика травматизма. Качели, горки, зимой коньки, тоже горки, вот. Так что за детишками надо приглядывать. Ну, один из важнейших факторов, конечно, это же настрой родителей. Конечно. Чтобы они были готовы, готовили своих детей. Мягко, да, предварительный осмотр, чтобы всё было в своё время. Вот, так, спасибо большое, что пришли к нам. Сегодня у нас в гостях была Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующая отделением детской стоматологии. И Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Спасибо большое за подробный рассказ. Спасибо вам. Надеюсь, что мы с вами ещё встретимся и продолжим обсуждение. Именно стоматологических ситуаций в детском возрасте. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.